О том, что тестовая часть в ЕГЭ по литературе исчезнет, заявила министр образования и науки Ольга Васильева. Все задания будут поделены на три части. 11-классница Виктории Балуев в грядущем году предстоит писать этот экзамен, к нему ученица уже начала готовиться. Усердно читает литературу и пишет пробное сочинение, считая, что тестовую часть необходимо оставить. Я думаю, что нужно оставить тестовую часть на экзамене по литературе, так как детям будет легче сдавать и появится больше желающих. Но с другой стороны, литература – это устный предмет, и мы должны описывать героев, уметь описывать героев и выражать свои чувства. В первых двух частях задания выпускники будут писать литературовические и сравнительно изобразительные анализы фаргмента произведений. В третьей необходимо будет написать расширенное сочинение. На выбор предложат не три темы, а пять. Многие преподаватели к отмене тестовой части относятся отрицательно, как в целом и самой процедуре ЕГЭ. Меня, как учителя литературы, не устраивает вообще такая форма проведения экзамена, как ЕГЭ, при том, что сокращается количество часов на проведение литературы. Поэтому, естественно, детям невозможно подготовиться в полном объеме. Те ребята, которые выберут литературу в качестве экзамена, могли бы набрать дополнительные баллы и за тестовую часть. Учителя говорят, чтобы сохранить ЕГЭ в его прежнем виде, необходимо оставить первую часть тестирования. На сегодняшний день тестовая часть есть только в экзаменах по иностранным языкам. Юрий Воронин, Максим Куласов, Новости провинции.